Долгожданное открытие. Завершена реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина. Водители и пешеходы уже успели оценить качество дорожного полотна. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Внезапное открытие участка автомобильной дороги стало неожиданностью для жителей города. На протяжении двух лет пешеходы и автомобилисты искали объездные пути, чтобы попасть к своим домам и социальным объектам. Реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина началась еще в 2019 году. Были проведены геодезические и разбивочные работы с возведением земляного полотна. Укладывали асфальт в три слоя. Два нижних по 7 сантиметров и верхний 5 сантиметровый. Всего 7,5 тысяч квадратных метров асфальта. Параллельно с асфальтированием велись работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. Работы по перекладке инженерных коммуникаций, установке столбов освещения, устройство дороги, пешеходной дороги, перекладка газа среднего давления. Еще раз, протяженность дороги 490 метров. Ну и, соответственно, устройство ливневой канализации через путем септиков. Заключение о соответствии объекта было выдано подрядчику 16 ноября, а 17-го разрешение на ввод в эксплуатацию. Сегодня дорога открыта для движения автомобильного транспорта. Что касается возвращения автобусного маршрута, то с 1 декабря он пойдет по старой схеме с конечной остановки в Кармановке на улице Ленина. К слову, жители региона положительно оценили открытие дорожного полотна. Нельзя учить о том, что открыли новую дорогу. Раньше было неудобно ездить как раз туда, в Крайнюю Кармановку, да, сейчас удобно. И прямая дорога, ровно можно проехать, все освещено. То раньше едешь, особенно вечером, там темно, как будто там город заканчивался. А сейчас все осветили, все красиво и замечательно. Я только рад. Замечательно, что наконец-то открыли тот аппендикс, так называемый, дорожный. Очень здорово, там есть и продуктовый магазин, и промышленный, и магазин КПЗ. Замечательно, что теперь и автобус будет ходить до конечной станции. И дорога вообще замечательная. Наверное, это единственная дорога, которая есть в той части у нас нашего города. Поэтому я крайне рада, и для меня это огромный плюс и комфорт. После реконструкции проезжая часть автомобильной дороги имеет три полосы движения. Две полосы движения в направлении от магазина «Кооператор» до улицы Рыбников. И от магазина «Кооператор» в направлении улицы 60 лет СССР. Они выполнены с устройством соответствующих дорожных знаков и разметки. Съезды, парковки, автобусные карманы приведены в соответствие. Автобусные павильоны выполнены в едином стиле. Также устроены тротуары на всем протяжении участка. Заменена линия наружного освещения. Рассказали в профильном департаменте. Напомню, контракт на выполнение работ был заключен с компанией «Стройуниверсал» в 2019 году. Реконструкция данного участка дороги проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север».